Ключи чьи? Катерины, наверное. Хозяйкины в сумке. У кого еще ключи были? У Марты. Напарница ваша, Райцина? А что-то ее на работе до сих пор нет. У нее выходной сегодня? Я не знаю, она может отпрашивалась у Катерины, я не знаю. Вот как так вот был человек и нет его. Посмотрел, что там? Да ничего, камер на зале ни на фасаде нету. И видно, что сняли их совсем недавно. Да, новые хотели ставить, но что-то не срослось. Привет. Как здоровье мамы? А, да, уже лучше. Спасибо. Жаль, что мы с детьми так редко ее навещаем. Она так изменилась с момента нашей последней встречи. Ты же сейчас не будешь говорить, что я все неправильно понял. Я не буду спрашивать, кто он. Мне неинтересно. И что ты предлагаешь? Я ничего не предлагаю. Юристы уже готовят документы на развод. Оперативно. Разведемся после Жениной свадьбы. А сейчас я прошу никому и семье об этом не говорить. Не хочу портить праздник. Ну, конечно, праздник. Это же самое главное, да? Наверное, жалеешь, что не подписал брачный контракт? Не, я ни о чем не жалею. Детей я полностью обеспечу. Отбирать у тебя их не собираюсь. Но половину времени я не буду проводить со мной. Какой ты идеальный, Илюш. Прям пуговку хочется застегнуть. Только мы оба с тобой знаем, что за этой идеальной картинкой скрывается. Ну, что думаешь? А что думать? Вор знал, как работает система сигнализации. Я что, камеры в зале и на фасаде нет. Спокойно открыл дверь одним ключом, сейф тоже. И тут не вовремя явилась хозяйка. Прикинь, нанимаешь человека, зарплату ему платишь, доверяешь, а он тебе вместо спасибо голубой об сейф. Послушай, ну вот как-то все у тебя однозначно так. Сигнализацию почему не отключил? Вот поэтому не отключила, чтоб на нее не подумали. На работу она случайно не пришла, что ли? Ну, допустим. Допустим, Райцена решила обчистить кассу магазина, в котором работает. Почему утром? Ночью спокойней, времени больше. Тем более у нее круглосуточный доступ к ключам. Юдин, ну ты меня слушаешь вообще, ну? Цена у них тут, конечно. Не понимаю, зачем ей так подставляться? Люди просто сейчас такие, уверенно в своей безнаказанности. А за непреднамеренное убийство сколько дают? Это еще доказать надо. Преднамеренное оно там или непреднамеренное. Да, конечно. Натворил ты делов. Да сколько можно повторять? Ну не знал я, что эта дура так рано в магазин припрется. Вцепилась в меня, орала как бешеная. Она бы весь город на уши поставила. Да тихо ты. Не ори. Ну я ее оттолкнул. Не сильно, правда. Но я же не знал, что она на своих каблах подскользнется и головой об угол грохнется. Оттолкнул? Придурок. Что с тобой делать теперь? Юр, мне кроме тебя идти некуда. Ладно. Я через пару часов в город поеду. Гляну, что там и как. Отойди. Викуля. Викуля. Ведь это следующий год последний в гимназии. Ведь нам на самом деле очень хочется знать, что ты надумала насчет учебы. Ты решила, чем ты хочешь заниматься? Я не знаю. Мне нравится готовить. Лидочка говорит, у меня вкусно получается. Прости, я просто поболелась бы даже попробовать то, что ты приготовишь. Ну и не ешь. Потому что сегодня все готовила я. Детка, ты молодец. На самом деле очень вкусно. Ну, я говорю о другом. Я говорю о твоем будущем. О твоей профессии. Игоря, что ты думаешь? Вы о чем? Вика у нас собирается стать поваром. Между прочим, пап, твоим избирателям это понравится. Ты же хочешь быть ближе к народу. Не неси ерунду. После гимназии ты поступишь в университет на нормальную специальность. Возможно, отправим тебя в Лондон. Там хорошее образование можно получить. Юридическое или экономическое. А ты уже все решил, да? Ничего не забыл? Меня спросить, например. Вика, ты не понимаешь, от чего отказываешься? Я там училась. Это очень престижно. А толку? Чтобы целый день дома сидеть и мужа с работы ждать? Не обязательно учиться за границей. Я лучше волонтером в приют пойду работать. Буду кормить бездомных. Ну, действительно, почему бы и нет? Папа всегда денег даст. Привыкла на всем готовом, как и ее братец. Игорь, ну вот так тоже неправильно. Она почти взрослая, может иметь свое мнение. Могли как-то спокойно поговорить. И Дима, это совсем другое дело. Нам нужно срочно встретиться. Игорь, ты слышишь меня? Что? Я очень скучаю по тому времени, когда мы садились за стол без телефонов. А я скучаю по тому времени, когда мне здесь не указывали, что делать. Я в нас спешила, девушка. Но все понятно. Ты смотри, отличница. Скажите, куда могла уехать ваша дочь? Друзья, знакомые, родственники иногородние? Нет ее никого. Ромка был. Да и тот. А что за Ромка? Кавалеры. Только поссорились они. А как найти? Контакты есть? Сейчас принесу. Фотографии захватите. Пишите номер. Семь лет назад. Новые фотографии есть? Только эта. Не жила она здесь в последнее время. Финансовые трудности у нее были? Кому сейчас легко. Что, Раиса Антоновна, снова в долги влезли? Я со своими долгами давным-давно рассчиталась. А я про ее дела ничего не знаю. Знать не хочу. Ну, все понятно. Пойдем. Держи. А ты что, знаком с ее матерью? Да, известная она. На лице все написано. Пьет? Да чертиков. Как-то у всех соседей денег назанимала, а как пришло время возвращает, заявила, что никому ничего не должна. На нее заявление штук 15 накатали тогда. Сейчас, похоже, в завязке. Ненадолго. Ну, ты бы видел, какая она в молодости была. Эх. А потом. Вот и дочке ее удивляешься. Отличница, все такое. Да только яблоко от яблоньки. Да. А вот и еще одно яблочко. Брат, молодой человек, а можно у вас? Да. Юдин, а проверь-ка пока. Ты серьезно? Сестра где? Не знаю. А за что ищем ее, знаешь? За что? Ой, натворила она дел, похоже. С деньгами у нее проблемы были? Нет. Малой, туфли не сестры случайно? Да вроде нет, не помню таких. Ее это туфли. Ромка купил. Да, Ромка, как же. Она, между прочим, на них три месяца копила, мам. Половину зарплаты нам отдавала, себе во всем отказывала, а ты сейчас взяла и... Так, туфли забираем на экспертизу. Ну, по-моему, все и так ясно. Что случилось-то? Добрый день. Вам столик на сколько присунул? На двоих. Прошу, за мной. С ума сошла, уселась на самом видном месте. А может мне надоело прятаться? У меня выборы на носу. Тебе тоже лишний разговор, ни к чему. Мне уже все равно. Я развожусь. Нас, дорогой мой, кто-то застукал и фоточку моему мужу скинул. Испугался? Не бойся, тебя там не видно. Зато я во всей красе. Так что теперь я почти свободная женщина. Грустно, когда семьи рушатся. Ты сейчас серьезно? Или ты это в роль так вошел? Чего ты мне хочешь? А я вот тут подумала. Информация о том, кого это я так нежно целую, заинтересует многих, наверное. Да. Если я не ошибаюсь, от развода ты особо в финансовом плане не потеряешь. Ты еще меня шантажировать решила? Ничего не слепнется. Не слепнется. Сколько ты хочешь? Я не знаю, надо подумать. Но ведь не в деньгах же счастья. Ну, точнее, не только в них. Игорь Валентинович! Здравствуй, дорогой! Лев Евгеньевич! Видели вас по телевизору с женой. Очень вы там по делу, я бы сказал. Очень. Невестка моя, Кристиночка, знакомься. Вот просится ко мне на работу в компанию, как понимаешь. Отказать не имею никакого морального права. Я сам такой. Ну, рад был встрече. Да, я тоже иду. О! Кристиночка, ты подумай, нужно оно тебе или нет. Можешь дома оставаться, детьми заниматься. Если что-то надумаешь, позвони. Пойдем. Да, пойдем. Я могу часами смотреть на небо. Мне кажется, оно как жизнь. Глупо, да. Но просто ты видишь только маленькую его часть. А что там за горизонтом, можно, ну, только догадываться. Ты чего-то боишься? Не знаю, просто предчувствия. У меня хорошая мама. Ты ей обязательно понравишься. И Женьке тоже. Ну, с Викой, конечно, это вопрос. Но она у нас вообще проблемная. Я всегда мечтала о большой семье. Мы с девчонками в детдоме по ночам накрывались одеялом с головой. Брали фонарик и сидели шушукались. Обсуждали, у кого как будут звать детей, мужа. Ну и как у тебя совпало? Ну, с тобой нет. Я всегда считала, что у моего мужа будут звать как-то экзотически. Типа, там, Роберт или Кен. Из-за этого девчонки смеялись, будто я замуж вообще не выйду. Вот видишь, просто у тебя интуиция слабовата. И с этим твоим предчувствием тоже явно мимо. Все будет хорошо. Посмотрим. Это ты. Спасибо, что приехала. Я еле придумала, что своим сказать, куда я ночью рванула. Да, место ты выбрала, конечно. Это первое, что в голову пришло. Я знаю, что сюда никто не сунется. Меня в детстве каждое лето сюда на месяц отправляли. А теперь этот лагерь заброшенный стоит. Ладно, как там в городе? Ну как, сама подумай. Убийство в Васильевске. Тебя ищут. Ты же понимаешь, что это не я. Я понимаю. Но там твои ключи были. Он взял, да? Оксана, я вообще ничего не понимаю. Он не мог. Ну, конечно, он не мог. Я проснулась, его нет. Ключей тоже нет. Дозвониться ему не могу. Обошла в магазин, а там... А там она. Мертвая. Так, а мы сейчас едем в полицию. Ты вот это все им рассказываешь, и пусть они его ищут, а не тебя. Нет, нет, ты что? Мне нельзя в полицию. Они же меня... Я же сбежала с места преступления. Мне никто не поверит. А что ты сбежала? Я испугалась. Я пришла, а там она лежит. Я пыталась ей помочь. Потом поняла, что там везде отпечатки мои. Ну и... Нет, может, правильно, да. Телефон и карточку выкинь, а то они тебя отследить могут. Давай. Ну что там? Здравствуй, моя девочка. Здравствуй, красавица. Да оставь ты ее в покое. Юрец, что там? Да что, что. Ну что, весь город на ушах там, вот что. Капец, попал я. Скучала по мне? Моя сладкая. Но не факт, что попал. У них уже есть основной подозреваемый. И это не ты. Ты что, шутишь? А кто? Ты не поверишь. Подружка твоя. Марта? Да. А, ну да, ключи от магазина и от сейфа ее были. Это что, получается, она меня не выдала? Да она сбежала. Ее по всему городу ищут. И что мне теперь делать? Да что делать? Сиди да не высовывайся. Если полиция на тебя выйдет, можно съехать на то, что вы давно расстались, и про ее дела ты ничего не знаешь. Ну да, никто же не знает, что мы сошлись. И о том, что я в городе тоже. Слушай, ну для полиции этого хватит. Но ты учти, если полиция ее арестует, Марта молчать не будет. И что? Не убивать же ее теперь? Одно и больше. Одно и меньше. Юрец, ты чего? Да шучу я. Чего ты напрячься-то? Будем надеяться, что не арестуют. Абертурук. Абертурук. Девушка. Конечная. Так мы же в столицу ехали. Приехали. Из тебя соточка, капитан. Ты ж мне не верил, что эта отличница на мокруху способна. А я так сразу просек. Кроме нее некому. Вон, экспертиза пришла. На брелоке для ключей обнаружены какие-то неидентифицированные отпечатки пальцев. Зато поверх них четко видны пальчики Райциной. Ой, понятно. Только пролетаешь ты мимо сотни старлей. Мы с тобой не спорили. А жаль. Нужно было тебя уболтать. Так, ладно. Разошли ориентировки во все полицейские участки. Все-таки странно, что этот ее дружок пропал бесследно. Никто его не видел. Телефон отключен. Может и странно. Но улики-то против нее все. Я что подумал. Может быть, тут где-то домик себе прикупить и жить тихо, спокойно, на свежем воздухе. Да? Ну да. Променять тачку на лошадь не глядя. Вместо 260 лошадиных сил за коронью гоняться и одной хватит. Нет, на самом деле, я серьезно думаю, красиво же. А вот, кстати, яркое тому подтверждение. Че, подвезем? Да, да, конечно. Девушка, вас подвезти? Куда? Прямо. Девушка, а вас как зовут? Оксана. Оксана, очень приятно. Я Олег. Я Дима. А это Марина. Вы где-то здесь живете? Нет. Нет, ну правда, вам куда? А вам? Нам. Домой, в столицу. Мне тоже. Куда? В столицу или к нам домой? Олег! Девушка, ну может, вы что-нибудь расскажете об этих местах? Не знаю, там, какие-то легенды или что-то типа того. Оставьте человека в покое. Расскажите, расскажите. Возьми сам что-нибудь, расскажите. Не проблема. Вот мы с этой красавицей скоро поженимся. Везу ее ознакомить со своей семьей. Поздравляю. Спасибо. А вы, Оксана, замужем? Нет. А жених у вас есть? Олег! Ну ты сразу к девушке подкатил. Ну а что? Ну ладно. Па-па-па-пам! Ну и что серьезная такая? Не задумалась. Про Димку вспомнила. Да уж. Все в доме теперь только и говорят, что о нем и его новой пассии. Как будто свадьба у него, а не у меня. Никусь, прости. Я так надеялась, что мы будем одной семьей. А тут такое. А я, знаешь, уже успокоилась. Чему быть, того не миновать. Ну? Давай сначала на нее посмотрим. Какая ты красивая. Как съездили в Васильевск? Да никак. Только время зря потратили. Значит, земли под застройку не будет? Земля от нас никуда не денется. Не денется, Миша, да? Вообще-то тебе пора бы какую-то нам конкретику дать о тех, с кем переговоры ведешь. Ну, естественно, покупатель, точнее, покупательница дает нормальную цену. И она посредник, то есть можно еще дальше торговаться. Ну, вот хорошо. Пора бы мне с ней познакомиться. Отмечу, что этот проект был высоко оценен на международной строительной конференции. Поэтому с уверенностью могу сказать, что такого в нашей стране еще никто не строил. Ну, на словах звучит очень убедительно, конечно. Но экспериментальность комплекса пугает. Я не думаю, что найдется достаточно желающих купить такую недвижимость. Мы руководствовались в том числе исследованиями рынка. И наши аналитики показали, что... Нет, Алексей. Я хочу получить классический жилой комплекс с хорошей этажностью и вместительным паркингом. Продукт, которым славится стрелстрой. Или я отказываюсь участвовать в финансировании вашего проекта. Алексей. Вы мне глубоко симпатичны. Ваша смелость, идея. Но Петр Семенович прав. Это очень ненадежное вложение. хорошо. Тогда у меня есть для вас предложение. На следующей неделе я подготовлю полное исследование рынка и отправлю его вам. Ну, честно говоря, лично для меня вопрос уже решен. отец. Ну, ничего, ничего. Просто новый вызов. Конечно. Алексей, я хотела у вас спросить, как ваши дела дома? Юль, я благодарен, что вы сообщили о том, что увидели. Спасибо. Вы знаете, я потом себя так ругала. Очень неприятно стать причиной для разногласий в чужой семье. Все хорошо. Послушайте, может, я могу вам чем-то помочь? Да, Юля, подготовьте материалы для инвесторов. Нужно сделать все, как надо. Конечно. Спасибо. Все сразу так навалилось. Толком ночью не спала. Совсем измучилась. Это потому, что ты принимаешь все близко к сердцу. Ну а зачем тогда сердце? Тебе нужно беречь себя. Ну ты же знаешь, что я это не умею. Любить, горевать наполовину. Не принимать близко к сердцу – это все равно, что музыку слушать в полуха. Может, лучше вообще не жить? Может, лучше вообще не жить? как-то не жить? Каждый-каждый-каждый-каждый-каждый-каждый-каждый-каждый-каждый-каждый-каждый. Что-то найти измучилась в полуха. Анчит, спрашивая, как я дать ведь от них я. Ис sa Ну, Вера такой нет. Да и у девочек тоже. Привет. Как прошло, Петя? Как по нотам. Многие пошли в отказ. Нужно было только начать. А остальные уже поддержали. А малой что? Растерялся, понятное дело. Взял паузу. Жаль, что я этого не видел. Зачем это все, Игорь? Уводить инвесторов у своей же компании? А ты хорошо помнишь стрелстрой до того, как я стал им руководить? А что там помнить? Средненький игрок на рынке. Строили очень мало. По слухам, старший стрельницкий даже отказывался от некоторых заказов. Вот именно. Видишь это? Да, уже оценил. Хорошо построили. И заработали мы нормально. Виктор бы носом крутил. Я беру и делаю. А с малым-то что не поделил? Так, дела семейные. Хорошо, что ты правильный выбор сделал. Ну, удачи в предвыборной гонке. Миша, ну зачем так с людьми-то? Он же нам помогает. Крыс не облем. Даже тех, которые нам помогают. Слушай, Олег, а давай я за руль сяду? Да нет, тут недолго осталось, я сам. Ну, ты же знаешь, не могу быть я пассажиром. Но я и так еле удержался, чтобы тебе под руку не лезть. Но могу не удержаться, нервы-то не железные. О, ладно, держи. Оксана, вы в столицу надолго? Ну, может, номерочек дадите? Встретимся, кофе повкуснее попей. У меня нет телефона. Как это? Так вышло. Как вышло? Да, загадочная вы девушка, Оксана. Мальчики. Давайте селфи на память все вместе сделаем. Давайте. Олег, а ну сними, с твоего места удобнее с вами будет. Не вопрос. Только давайте как-то покучнее, что ли. Марина, и отстегнись на минутку. Лепку сними. Так. Ну и улыбайтесь, я не знаю. Покажи. Блин, я только сейчас заметил. Что? Девчонки, вы что, нас разыграли, что ли? Гляньте, мы, разве я не правда? Офигеть, как похоже. Мариша, это твоя сестра? Ответ неверный. Димон, ты что завелся? Он думает, он самый крутой на дороге. Сейчас посмотрим. Давай помедленнее. Дим, перестань фиг с ним. Нет. Эй, остановись! Не мешай. Вот, шестерка. Тихо! 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 Сука! Тихо! Эй, чего? Тихо! Ой! Чёрт! Тима, Тима. Тима, Тима, Тима. Тима, Тима. Тима, Тима, Тима. Тима, Тима. Тима, Тима. Тима, Тима. Тима, Тима. Тима, Тима. Тима, Тима, Тима. Тима, Тима, Тима. Тима, 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 Тима, Тима. Тима, 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 Тима. Тима, Тима, Тима. Тима, 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 Тима. Тима, Тима.